В мае было подписано постановление, закрепившее дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения. Так был составлен список 66 наименований лекарственных препаратов, которые будут выделяться гражданам на бесплатной основе. О том, как реализуется данная инициатива в Наманганской области, репортаж программы. Что является залогом счастливой и полноценной жизни? В первую очередь здоровье. Если оно вас беспокоит, то многое становится не в радость. Так и наша героиня Махфератхон живет с больной печенью на протяжении продолжительного времени. За медицинской помощью обращалась к врачам городской больницы. Часто не хватало средств купить назначенные лекарства. Теперь все изменится. Дело в том, что для раннего выявления заболеваний, лечения болезней, улучшения здоровья населения первичному звену системы здравоохранения государством выделяется перечень из 66 наименований лекарств. И уже сегодня Махфератхон, придя в многопрофильную центральную поликлинику Довлатабадского района, получила необходимые лекарства. Бесплатно. Получаю лечение в поликлинике и мне выдали бесплатно лекарства. Последнее время наблюдалось сильное вздутие печени. Сейчас мне полегчало. Я состою в списке железной тетради, поэтому не всегда могла приобрести нужные антибиотики. Благодарна нашему государству за оказанное внимание и поддержку. В настоящее время в Наманганской области действует 82 пункта семейных врачей, 77 поликлиник и 13 центральных многопрофильных поликлиник. В эти медучреждения доставлено лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей на сумму порядка 3,5 миллиарда сумм. Поднялось высокое давление, поэтому пришел в поликлинику. После осмотра врача получил бесплатно три вида лекарств. Спасибо государству за то, что делает все для нашего благополучия. Мы находимся на складе 14-й семейной поликлиники. В наличии все 66 видов лекарственных препаратов, которые мы бесплатно раздаем населению. Ранее такого не было. Сотрудники патронажной службы, в свою очередь, проводят разъяснительные работы. Для пожилых и людей с особыми потребностями это создаст дополнительные возможности для охраны их здоровья. Отметим, что в список из 66 наименований входят антибиотики, антисептики, средства индивидуальной защиты и расходный материал, используемый в стоматологической практике.